Ребята, всем привет! Сегодня мы в Аликанте и я вам расскажу об этом городе, что мне здесь понравилось, а что нет. Ребята, сегодня немножко вам расскажу про город Аликанте, что это вообще за город. Вот сегодня мы провели с ним целый день, это моя вторая поездка в город Аликанте. Оксана сюда ездила на концерт Земфира и что хочется рассказать про этот город. Город неплохой, мне в целом сегодня очень понравилось. Здесь живет 340 тысяч населения, здесь даже есть свое метро. В принципе, нормальный город как город, с работой здесь мало, я сейчас подсчитал информацию, работа здесь мало толковой. Что есть еще интересного есть? Здесь очень хороший пляж, мне понравилось море, море было спокойным, прозрачная вода, чистый песок. По сравнению с Валенсией, ну почище вода, для любителей пляжного отдыха это намного лучше. Здесь два замка, мы сегодня были во втором замке, в первый раз, когда я сюда ездил пару лет назад, мы были в первом замке. В целом город чистый, аккуратный, все понятно, нормальные здесь выходные дни, работают магазины. Что еще хочется добавить интересного, полезного для вас? Хочу сказать, что здесь низкие цены, относительно низкие цены на жилье, да, то есть здесь доступно можно купить, в принципе, за 150 тысяч, за 120 можно купить очень неплохую квартиру с лифтом. Даже можно купить квартиру за 65 тысяч, да, но понятно, что она будет пятый этаж без лифта, проблемная, да, там в плохом районе. Районов здесь я посмотрел, в принципе, плохих немного. Там из-за того, что есть в интернете, на ютюбе, в принципе, один только район. Ну, так, в целом, хорошее место. Что еще хочется добавить, что если вы ищете именно пляжный отдых, у вас есть удаленная работа, Аликанты будут оптимальным вариантом, потому что город ни большой, ни маленький, 340 тысяч населения. Иду по факту где-то 500 тысяч, да, здесь. Здесь, то неплохо. Здесь нравится, что широкие улицы, здесь свободно все, есть университет в Аликанты. Наши друзья, с которыми мы планировали переезд такой более-менее совместный еще в 17-м году, переехали вот только там где-то полгода назад. Вот. Соответственно, переехали не в Аликанты, потому что здесь какие-то были то ли друзья, то ли родственники. Честно говоря, не в курсе, но не суть. Что еще хочется отметить про этот город? Сегодня очень много гуляли, смотрели на людей. В принципе, город как город, напомнил нам местами Барселону. Очень понравились туристические места. Здесь туризм явно как бы процветает довольно неплохо. И это довольно было интересно посмотреть, как здесь, в принципе, устроены рестораны, кафе. Вообще, как здесь внешний вид города сделан. Видно, что некоторое время назад город подвергался конкретному ремонту. И сейчас, в принципе, видно, что есть конкретный ремонт. Поэтому, в принципе, интересно здесь все посмотреть. Здесь вот автобусы неплохие. В принципе, очень городочек неплохой. Я, как человек, проживший 6 лет в Валенсии, могу его рекомендовать к проживанию. Если вам нравится небольшой городок с прибрежной зоной. Но как бы сказать, что идеальный город нельзя. Но в то же время сказать, что этот город чем-то плох, тоже нельзя. В целом, все очень понравилось, зашло. Сейчас я вам представлю небольшие кадры выдержки из того, что мы сегодня поснимали. Такого интересного, то, что, на мой взгляд, показалось интересным. Зашли тут в интересный, только вновь открывшийся японский ресторан. Ну вот, семейные, я как понял, там была целая семья управляющего своей семьей. Они там отдыхали. И очень нас вкусно покормили. Было все очень классно и недорого. То есть, в принципе, на троих мы наели 48 евро. То есть, и это было, я прямо уелся до смерти, честно говоря. Ну вот, надо кушать, не кушать. Вот, поэтому могу сказать, что очень здесь все нравится. Все как бы супер. И в свое время мы планировали, что, возможно, пойдем в Аликанте. И, возможно, мы бы здесь жили и было бы все в порядке, но Валенсия привлекла размерами. Потому что мы все-таки городские жители и хочется немножечко каменных джунглей. Вот, хотя здесь в Аликанте парков мало. Нам не понравилось, что очень мало парков именно зеленых, где есть вода. То есть, ну, жарко сегодня, да, там что-то 36 было на солнце. И, соответственно, парка не хватало с водой. Не могли просто найти, гуляли. В итоге пришли в торговый центр El Corte Inglés, как обычно. И там посидели, сделали фоточки. Было весело. Это метро. И здесь такой монумент. Выглядит очень круто. Очень красивый город. Ребята, вот такой торговый центр. Здесь Corte Inglés. В принципе, здесь крупные улицы. Гран-Виа есть и так далее. Очень все классно смотрится. Вот так, ребят, выглядит торговый центр. Ну, торговый центр, как торговый центр. Он, в принципе, классический. Он тут Starbucks, в котором мы тусили тут, охлаждались. Кстати, температура очень комфортная. Ну, и здесь стандартные магазины. Хотел еще отметить то, что в целом город выглядит очень ухоженным. То есть, да, здесь вот есть такие нищие, но они везде есть. Но город в целом очень выглядит ухоженным. Редко здесь чувствовал запах, как говорится, травы. Кто знает, тот поймет. Вот, я эти все вещи категорически не люблю. В общем, очень приятный глазу город. Везде монументы. Я смотрел, что монументы у них некоторые стоят 2022 года. Вот, мы здесь на Гран-Виа, где-то или не на Гран-Виа. Короче, на Большой улице. Да, вот Гран-Виа это идет. Вот. Здесь везде новые светофоры. Такие люди в целом, много иностранцев. Ну, короче, хочу сказать, что город в целом мне очень понравился. Приятный глазу городок. Ребята, что еще хочется отметить про данный город? То, что в выходной день здесь много людей. Вот, на пляже было очень много людей. Обычно в Валенсии, в самом городе, людей как-то мало. Поэтому это все вот выглядит, немножечко контрастирует с Валенцией. И нравится здесь местный народ. Вот. За собаками убирают. В Валенсии это не так часто. Ну, или нам так попалось. В общем, расскажите, кто здесь живет, кто об этом знает. Если вы приезжаете в такой город, обязательно берите и летом берите с собой панамку. Только не берите бейсболку, потому что в ней голова очень сильно тяжело. А вот в такой прям супер. Хочется отметить потрясающий вокзал в Аликанте. Очень красивый вокзал именно Эстасион Трен. Здесь находится аэропорт. И, кстати, в этот аэропорт прилетает больше самолетов, чем в Валенсию. Не знаю, с чем это связано. Здесь очень много туристов. На пляже было, в принципе, не протолкнуться. Пляж довольно большой, но в Валенсии, конечно, побольше. Сильно больше. Но мне очень понравилась вода. Она просто прозрачная. Но я думаю, что это все-таки порт. Что еще хочется сказать? Что русскоязычной речи здесь довольно много. Здесь довольно много приехало русскоязычных ребят. Из Украины, из России, из Белоруссии. Поэтому это здесь существует. Если вас это не беспокоит, то отличный город для проживания. Что еще мне нравится? Ну, наверное, на этом все. Кадры вы сейчас видели перед собой. Вот такая у нас была небольшая поездка. Если вам такие нравятся и заходят, то обязательно подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Напишите свой комментарий. Те, кто живет в Аликанте, напишите, все ли я правильно рассказал. Может быть, что-то есть интересное. Особенно в плане недвижимости и жизни здесь в целом. Так что всем пока-пока и до новых встреч.